Борьба с пандемией, подготовка к отопительному сезону, а также инвестиционная привлекательность Украины. Основные вопросы в повестке дня очередного конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, который прошел 29 октября в Одессе. Что касается проблем, связанных с коронавирусом, то здесь мэр Геннадий Труханов выделил несколько вопросов. Нехватка кислорода в больницах на уровне 5 тонн в сутки или третий от общих нужд. Нехватка препаратов Римдесевир, Актембра и Биовен, а также материальное обеспечение 300% надбавки медикам. Министр здравоохранения пообещал, что с понедельника кислородом регион обеспечат, препараты уже закупленные со дня на день будут в области, а вот наличие проблемы недоплат медикам по ковидному пакету признал. Президент призвал Виктора Ляшко оперативно их устранить. Чи всі команди, які борються с ковид-19, отримую сьогодні від держави 300% зарплату? Не всі сьогодні команди отримую 300%, але давайте тоді пропрацюю за сьогодні-завтра по місту Одессы. Такого не може бути, так? Якщо можна попрацювати, щоб такого не було. Так, буде зроблено. Ще один важніший вопрос – старт отопительного сезона. Руководство області заверяє, що проблем бути не должно. На сьогодні в роботі перебувають 190 котелин, в основному це північ Одеської області. Забезпечують 518 об'єктів соціальної сфери, із них 326 дошкільні заклади, 93 заклади освіти, 99 закладів охорони здоров'я. В Одесі в тестовому режимі починається сьогодні запуск котельних. А вот по цене на газ вопросы остаються. Тільки на прошлом Конгресі в конце сентября був підписаний меморандум між центральній і містними властями, а не повышення тарифа на голубе топлива. Однак на цій неделе появилась інформація, що компанія «Одесса ГАЗ» предлагає національному регулятору НКРКУ поднять цены на транспортировку газа сразу в 5 раз. Такой шаг может больно ударить по карманам граждан. Мэр Труханов заверив, що готов исполнять меморандум ігорсовет компенсує, в случае чого, эти расходи потребителям. Но тогда придется вынуть із местной казни огромну сумму в 500 млн гривень. Я знаю, что мы выполним все пункты этого меморандума и повышать цены для населения мы не будем. Сегодня, поза рамками этого меморандума, повышение цены приведет к дополнительной нагрузке на город более 500 млн гривен. Для Одессы это больно. Поэтому, если можно, может быть, НКРКП не повышало бы тариф, не утверждало бы тариф по распределу «Одесса ГАЗ». Я думаю, что у НКРКП будет точно державницкая позиция, никаких подвищений в таких разах, как вы скажете, не будет. А во сколько будет и во сколько это обойдется городскому бюджету, узнаем уже вскоре. Также в ходе Конгресса стало известно, что центральная власть готова поддержать заявку Одессы на проведение престижнейшего международного инвестиционного форума «Экспо-2030». Украина подала в Международное бюро выставок в Париже заявку и является одной из четырех стран-претендентов, наряду с Южной Кореей, Россией и Италией. Решение будет принято летом 2023 года. Как отмечают эксперты, Украина и Одесса имеют хорошие шансы получить право на проведение престижнейшего инвестиционного форума. Но для этого предстоит проделать немало работы. Константин Гречан и телеканал «Репортер». И удары.